Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости в студии Ирина Левчук. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Смотрите в сегодняшней программе. Открыто, откровенно и обо всем. Председатель Брестского гуросполкома Александр Игачу встретился с молодыми людьми, получившими по результатам тестирования 100 баллов. Я вакцины не боюсь, если надо, я привьюсь. Какова динамика продвижения вакцинации в Бресте? Много ли людей уже пошли на этот шаг? И где это можно сделать? Мониторинг ситуации провела Анастасия Ноздрин-Платницкая. Они в огне не горят и в воде не тонут. Они – люди, которые всегда приходят на помощь. День пожарной службы отмечает Беларусь. В эфире программа «Итоги недели». Мы начинаем. На этой неделе лучших из лучших умников и умниц, продвинутых и целеустремленных, чествовали в Брестском гуросполкоме. Да, это о ребятах, которые по результатам централизованного тестирования получили 100 баллов. Для Бреста 2021 оказался весьма результативным. В копилке лучших результатов – 9 стобальных. О планах на будущее поинтересовался у молодых людей мэр города Александр Рогачук. Ответ ребят порадовали. А разговор с градоначальником получился достаточно интересным и разноплановым. Девять талантливых, творческих и при этом эрудированных молодых людей стали главными гостями встречи, инициированные Александром Рогачуком. Традиция собирать в одном зале ребят, набравших результат в 100 баллов, зародилась лишь в прошлом году. Однако прогресс очевиден. В 2021-м количество тех, кто продемонстрировал свои знания на «отлично», увеличилось вдвое. Такой результат не может не радовать. Я думаю, что мы не ошиблись, когда решили в традиционные форматы городских наших встреч вести встречу со стобальниками. Как бы то ни было, 100 баллов по тестированию – это результат, это редкий результат. И всегда интересно посмотреть в глаза этим замечательным детям и узнать их мотивацию, как дальше они хотят строить свою жизнь. В этот раз в числе награжденных превалируют представительницы прекрасной половины – 8 девушек и 1 юноша. Список предметов, где каждый из этих молодых людей смог отличиться, достаточно обширен. Немецкий и английский языки, биология, физика, химия, обществоведение. К слову, у многих из них результаты по другим предметам также не меньше 90 баллов. В диалоге председатель Брестского горосполкома не раз интересовался у ребят секретом их успеха, который, как бы банально ни звучало, кроется в постоянной работе и искренней увлеченности выбранными предметами. Если честно, я не ожидала, что будет именно 100 баллов. Я, конечно, знала, что будет высокий результат, потому что я ежегодно участвовала в Олимпиадах по немецкому языку. И я надеялась на высокий балл, так что 100 баллов – это если бы было меньше, если честно, я бы даже расстроилась. Ежедневные занятия с моей учительницей. Она каждый день говорила мне, что именно, где лучше повторить. Я ее слушала и, собственно, благодаря этому, скорее всего, и был такой результат. Я начала готовиться еще в сентябре прошлого года, старалась ходить на все репетиционные тестирования. И самое главное, перед днем зачиспризонт тестирования я прочитала все учебные пособия, которые были предложены к изучению данного предмета. Я нигде не сомневалась, нигде даже ничего не проверяла, потому что была абсолютно уверена во всех своих ответах. Я вообще вижу себя в профессии юрист, потому что мне очень нравится изучать право, одновременно мне нравится изучать экономику и, конечно, духовную сферу, так как сам предмет общества есть, не делится на несколько сфер. Ну и, конечно же, я благодарна моему учителю, Кравчугу Сатане Леонтьевне, которая предоставила мне такие глубокие знания по данному предмету. Общение Александра Рогачука с молодежью вышло за рамки официоза. Получилось открытым и очень интересным. Ребята делились своими планами на жизнь, мечтами о поступлении и будущем. Градоначальник, в свою очередь, рассказал о перспективах развития областного центра. Ребята устремлены на новые достижения и четко, прекрасно понимают, что тестирование – это не цель, это средство достижения цели. Я очень хотел бы, чтобы те цели, которые они ставят с точки зрения своей новой профессии, соответствовали целям развития нашего города, чтобы их знания, полученные в республиканских учебных заведениях, в российских учебных заведениях, потом работали во благо нашего города. В этом наша цель. Ну и, пользуясь случаем, хочу поблагодарить родителей этих детей, педагогов этих детей, всех, кто причастен к такому высокому результату, и сказать, что наша молодежь брестская, талантливая, мудрая, не по годам, и, что очень важно, патриотична в отношении к своему городу. Кстати, в эти дни продолжается выдача сертификатов о прохождении централизованного тестирования. Только в Бресте было выдано более 17,5 тысяч пропусков. Теперь забрать свои результаты можно в двух вузах областного центра, там же, где и было пройдено тестирование. Реализовано более 30 тысяч 100 пропусков, то есть, соответственно, человека тестов, и из этого числа, как говорится, вернее, к этому числу еще добавляется полторы тысячи не явившихся, как говорится, ребят, которые по каким-либо причинам, ну, соответственно, не пришли. В этом году у нас всего лишь два человека было удаленных, то есть один был удален за использование мобильного телефона и, соответственно, один человек по медицинским показаниям. Кстати, для того, чтобы получить сертификат в 2021-м, необходимо при себе иметь аттестат об образовании. Напомним, полученные результаты действительно для предъявления в течение двух лет. На этой неделе Брест встречал пассажиров республиканского молодежного поезда, которые путешествуют с хэштегом «Беларусь, молодежь, единство». Областной центр стал очередной точкой в маршруте молодежного коллектива, проехавшего за пять дней несколько белорусских городов. Поезд стартовал в Гродно и в каждом населенном пункте, где он останавливался, молодые люди не только знакомились с историей этого города и его достопримечательностями, но и принимали участие в общественно значимых мероприятиях. Молодые люди из всех регионов страны, а также гости из ближнего зарубежья, а это порядка ста человек, были приятно удивлены гостеприимством и красотой города над Бугом. Вот так музыкально и весело встречали пассажиров молодежного поезда на Брестском железнодорожном вокзале. Преподаватели, айтишники, спортсмены, блогеры, волонтеры и депутаты. Ребята разных профессий из разных уголков страны, а также гости из ближнего зарубежья, стали частью масштабного проекта с хэштегом «Беларусь, молодежь, единство». Они путешествуют и ближе знакомятся с жизнью региона в Беларуси, а также с их местными достопримечательностями. Брест, как всегда, хлебосолен и радушен. Брест – шестой город, в который прибыл поезд молодежного проекта. Для всех участников это путешествие по стране, открытие для себя новых мест и знакомство с новыми людьми. Это возможности, большие, интересные, это насыщенная неделя. За семь дней юноши и девушки преодолеют более двух тысяч километров и посетят восемь городов. Да, темп серьезный, но ребят это нисколько не пугает, ведь и компания хорошая, и города интересные. У нас получилось так, что все ребята очень хорошие. У нас очень классный состав, и все друг другу помогают, поддерживают. И каждый из городов оставил все-таки свое хорошее впечатление. Мы уже проехали шесть городов, и каждый из них остался, наверное, все-таки в наших сердцах. Мы были в разных городах, и, конечно же, я многих из них не был, как ни странно. Особенно мне понравился Витебск, я в нем был первый раз. И очень много памятников, такой вот архитектуры еще с духом старого времени в хорошем смысле. Она создает такую своеобразную атмосферу, и люди в каждом городе, они разные. Каждый отличается своей гостеприимностью, какой-то своей чертой, взглядом тоже в хорошем смысле. Проект объединяет молодежь со всей страны, и в этом году он проходит под хэштегом «Беларусь молодежь единства». Главная миссия проекта, как отмечают ее организаторы, показать то, насколько наша молодежь разная, но в то же время едина. Эти ребята, посещая наши города, то есть они посещают в том числе и определенные объекты культуры, спорта, образования, делятся определенным опытом в разных направлениях своей деятельности. В частности, город Брест, естественно, то есть основная точка притяжения – это наша Брестская крепость-герои, которую сегодняшние наши волонтеры, которые приехали в город Брест, они ее сегодня обязательно посетят. Очень символично то, что в год народного единства участники поезда проносят наше знамя, предмет гордости молодежи Беларуси. Это государственный флаг Республики Беларусь, мы его разворачиваем в наиболее знаковых местах, таких были, например, в географическом центре Европы, в городе Полоцке. Вчера развернули государственный флаг в такой самой, можно сказать, жемчужине белорусской земли на Полесье, в центре Полесья, в городе Петрикове. Сегодня, безусловно, в год, 80-летие начала Великой Отечественной войны, мы развернем его вообще в символе гордости всего белорусского народа и народа бывшего Советского Союза в Брестской крепости. Одним из центральных пунктов программы пребывания в пограничном городе стало посещение сердца областного центра, мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Здесь участники молодежного поезда возложили венок к вечному огню и почтили память погибших минутой молчания. Многие присутствовали на священной Брестской земле впервые, для них это был незабываемый опыт. Среди тех, кто впервые посетил это знаковое место и возложил цветы к вечному огню Анастасия Дементьева, руководитель Новосибирского центра белорусской культуры. Я единственный представитель из Российской Федерации в молодежном поезде «Беларусь. Молодежь единства». Я уже много раз была в Беларуси, потому что 10 лет я занимаюсь продвижением белорусской культуры в Новосибирской области. Поэтому Беларусь для меня это глоток какого-то свежего воздуха, чистоты, красоты. Моя бабушка родом из Гомельской области, поэтому это мои корни, мои предки, которых я чту и сохраняю традиции. Я впервые в Брестской крепости. И заходя вообще вот только на территорию, я уже была вся в мурашках, слезы на глазах от этого невероятно трогательного места. Поэтому я мечтала сюда попасть. Для гостей была организована экскурсия, а после нее молодые люди занялись благоустройством исторического места. Вооружившись инструментами, ребята убирали скошенную траву и пололи цветочные клумбы. Работы хватило всем. Но Брестская крепость стала не единственным местом, которое посетили участники республиканского проекта. На очереди был детский дом семейного типа на Высоковской, где 9 ребятишек с нетерпением ждали гостей. Молодые люди, в свою очередь, вручили малышам подарки – яркие мечи и наборы для бадминтона. Задорный смех звучал во дворе, а значит, подарить малышам море ярких эмоций и отличное настроение удалось. Внимание всегда приятно, и этот поезд, и молодежный к нам приезжает уже второй год подряд. И я так рада, что они в этом году опять захотели к нам приехать, потому как в прошлом году они в это время тоже были, играли с детьми, их мы ждали с удовольствием. И когда нам позвонили, что они приедут в гости, мы очень обрадовались, вот как видите, рады видеть. Рады видеть молодых людей были и в Центре безопасности МЧС. Здесь с ребятам провели ликбез, они смогли получить новое знание. Теперь в любой экстренной ситуации молодые люди смогут уверенно и правильно действовать. А значит, посещение областного центра участникам республиканского проекта дало не только приятные воспоминания, но и практическую пользу. Несколько дней осталось до празднования 77-й годовщины освобождения города Бреста от немецко-фашистских захватчиков. Торжественные мероприятия уже проводятся. Честуются ветераны Великой Отечественной войны, проходят выставки. А сегодня от мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» стартовал масштабный велопробег во имя Победы, посвященный Дню освобождения Бреста и Брестского района. Его протяженность – 14 километров. Финишировали участники велопробега в деревне Скоки Брестского района. Им были вручены медали. Юрий Петрович, как вам ощущения вообще? Ну, здорово, как говорит молодежь. Можно бы километров на 100, а здесь только 15. Маловато, конечно. Я тренированный в этом плане. Вообще мероприятие такое хорошее. Вы видите, что хорошее настроение, погода сегодня. И тот дух, который сегодня, вот это велопробега в команде, да, он не вымышленный, он настоящий. В деревне Скоки был проведен митинг-реквием и торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику землякам. А дальше всех участников велопробега во имя Победы ждала насыщенная культурная программа. Концерт народных коллективов, группы СССР, показательные выступления военнослужащих, иконно-спортивного клуба «Белая Русь». Обо всем этом наши корреспонденты расскажут вам в следующих выпусках программы «Бугинформ». Вы смотрите программу «Итоги недели» на БугТВ. Говорим о главном и актуальном. За последнее время данные с коронавирусной передовой стали неотъемлемым элементом любых новостных выпусков. Что ж, повестку дня определяют насущные вопросы. Инфекция создала немало трудностей людям, а потому борьба с вирусом сегодня по-прежнему остается центральным объектом дискуссии. Как противостоять заболеванию? Медики и ученые уверенно и убедительно настаивают на вакцинации. Сегодня в областном центре получить прививку можно в 19 точках. Это как мобильные, так и стационарные пункты. Какова динамика продвижения вакцинации? Много ли людей уже пошли на этот шаг? И каковы последствия? Наши корреспонденты провели свою параллель и готовы рассказать о самой актуальной информации. Одним из основных мест проведения вакцинации были и остаются учреждения здравоохранения. В Брестской городской поликлинике номер один чаще всего вакцинация проходит с утра. Очередей здесь, как правило, нет. Все достаточно быстро, удобно, комфортно. Перед прививкой все пациенты осматриваются терапевтом. Если есть какие-то отклонения в состоянии здоровья, значит прививка на данный момент отсрочена. Очереди у нас нет. Пациенты могут записываться на вакцинацию и через интернет. А также, как правило, день в день вакцинация происходит. Пришел к терапевту, осмотрел врач и направляется на вакцинацию. Около 9 тысяч пациентов первой поликлиники уже прошли вакцинацию. Многие действительно осознанно. Причем не столько желанием спасти себя, сколько исключить возможность стать источником болезни для других, оградить своих близких. Вообще вакцинация – это единственный способ для того, чтобы как-то уберить себя от этой тяжелой, можно сказать, непредсказуемой болезни, которая поразила наш мир. И хотелось бы принять участие в массовой вакцинации для того, чтобы наш белорусский народ скорее избавился от этого проклятия. Это, наверное, основная и главная причина моей вакцинации, чтобы никого не заразить. Я нисколько боюсь, что я заражусь, я не заражусь, а я боюсь заразить других. Кроме того, дополнительные прививочные пункты открыты в крупных торговых и развлекательных центрах. Так, в частности, специалисты поликлиники номер 3 трудятся на выезде на базе торгового центра «Варшавский». Для того, чтобы получить первый компонент прививки, человеку необходимо иметь с собой только паспорт. А как же врачебный осмотр, спросите вы? Не переживайте. Доктор на месте проведет все нужные манипуляции – измерять давление, температуру, уровень сатурации и только после пациент отправится на прививку. В основном сегодня предлагают продукт российской разработки «Спутник Ви». На территории выездного пункта человек получает первый компонент и документ, подтверждающий факт прохождения одного из этапов вакцинации. А вот для получения второго компонента вам необходимо будет обратиться уже в поликлинику. С каждым днем желающих все больше и больше пункт вакцинации и графики его работы позволяют максимально приблизить услугу населению и дать всю необходимую информацию о пользе вакцинации. Да, ситуация, согласно прогнозам, должна меняться в положительную сторону. По информации горосполкома, на 20 июля в Бресте уже привились более 36 тысяч человек. И каждый день эта цифра растет. Однако, это нисколько не отменяет бдительности самих людей. Медики по-прежнему рекомендуют использовать в общественных местах маски и перчатки. Реже бывать в точках, где прогнозируемо столпотворение. И помните, в первую очередь, ваша жизнь и ваше здоровье в ваших руках. И еще, не занимайтесь самолечением. При первых симптомах и недомогании не затягивайте с визитом к врачу и вакцинируйтесь. Продолжаем выпуск. Сотрудники «Вертекс Брест» общественного объединения Белтис отметили 30-летие любимого предприятия. Оно существует с 1991 года и широко известно производством светотехнической, электротехнической и электроустановочной продукции. И играет большую роль для Бреста не столько в экономическом плане, сколько в социальном. Ведь большую часть работников составляют люди с инвалидностью по зрению. В нашем следующем сюжете мы поговорим о том, насколько, можно сказать, жизненно важную работу ведет предприятие. И о его работниках, людях с инвалидностью, которые нашли себя в профессии именно благодаря работе «Вертекс Брест». Алена Миневич продолжит тему. Наталья Грачева – старейший и почетный работник предприятия «Вертекс Брест». Она преданно трудится в нем вот уже 23 года. Несмотря на инвалидность, она успешна и, главное, востребована как работник. Ее пример вдохновляет людей, которые работают с ней бок о бок. А таких людей с инвалидностью по зрению на предприятии 94 человека. И для каждого из них важно найти себя в профессии, самоутвердиться. Проблема зрения не только не помешала Наталье Грачевой просто работать, она не помешала подниматься по карьерной лестнице. У меня был какой-то барьер, что вот закончила школу, куда же я могу пойти, потому что в одном училище не принимали, в другом тоже. Но тут мне подсказали, что есть такое предприятие, где работают инвалиды по зрению. И было, конечно, страшно, но когда я пришла в этот коллектив, меня этот коллектив поддержал и сказал, что видишь, мы здесь работаем, значит справишься и ты. И так же самое я поддерживаю тех же людей, которые приходят на данный момент сейчас. Пришла на это предприятие в 1997 году, пришла работать сборщицей. Потом постепенно, когда начались открываться новые цеха, мне предложили стать мастером. Я стала мастером, потом в итоге сейчас начальником производства. Свой 30-летний юбилей сотрудники «Вертекс Брест» поистине торжественно отметили в зале Брестского областного дворца культуры. Наталья Грачева в числе первых работников, кто получил награду за достойный многолетний труд. И таких людей на предприятии немало, они все изо дня в день, превозмогая разные сложности, выполняют свою работу кропотливо и качественно. Предприятие широко известно производством светотехнической, электротехнической и электроустановочной продукции. Оно поставляет продукцию во все уголки Беларуси, у них более 600 контрагентов во всех регионах. Оно является партнером Брест газопарата и Гефест техники. Важна и поддержка предприятия государством. Основная задача, прежде всего, сохранить его для людей, работающих на нем. Государство на законодательном уровне делает все возможное в виде льгот. Это даже не льготы, это компенсация нерентабельного труда инвалидов, потому что у него 7-часовой рабочий день вместо 8, у него больше отпуск, у него меньше производительность труда. И вот эта льгота, она идет в компенсацию, чтобы конкурировать на рынке. Пока у нас это получается, безусловно, с каждым годом в связи с тем, что роботизация, автоматизация становится все сложнее. Мы, безусловно, ищем возможности, чтобы люди были не только в производстве, но в других сферах. Но, к сожалению, инвалид по зрению – это самая незащищенная категория, потому что глухой человек может работать практически на любом предприятии. Инвалид-опорник имеет кучу специальностей, то инвалида по зрению специальности ограничены. Предприятие «Вертекс Брест» достойно уважения, ведь ему в современном технологичном мире очень сложно конкурировать с крупными производствами. Конечно, скорость ручного труда и машинного отличаются, отсюда и разные объемы выполненных работ. Но его социальная функция важнее экономической. Предприятие «Вертекс Брест», несмотря на то, что небольшие объемы производства, не такое большое количество работающих, как есть у нас большие предприятия, тысячи работающих, две тысячи работающих, я бы поставил их на один уровень абсолютно всеми предприятиями, потому что есть вклад финансовый, экономический, есть вклад человеческий. Поэтому это предприятие, я считаю, делает огромный человеческий вклад для той категории людей, которые сегодня по тем или иным основаниям физически не могут достаточно полноценно, в полной мере радоваться прелестям жизни, которые мы с вами можем. Поэтому, по большому счету, еще, конечно, те люди, которые работают на предприятии, они заслуживают глубокого уважения. Главное, что «Вертекс Брест» дает людям с инвалидностью работать, а значит, дает им возможность быть задействованными в труде, чувствовать себя нужными для общества. Именно поэтому существование уже на протяжении 30 лет на брестском рынке труда предприятия «Вертекс Брест» очень важно. Это предприятие сегодня для каждого из них, наверное, является своим каким-то вторым домом, который сегодня позволяет прийти сюда, работая, общаясь между собой, находить какие-то точки соприкосновения, быть востребованными сегодня в нашем социуме. И поэтому я считаю, что данное предприятие будет существовать еще долгое время, потому что на позитиве, на энтузиазме тех людей, которые здесь сегодня работают, оно будет работать на благо нашей страны. Алена Миневич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. 25 июля на календаре – профессиональный праздник – День пожарной службы Республики Беларусь. Дата эта своими корнями уходит в далекую историю, когда в 1853 году Минское губернское правление и Минская городская дума утвердили смету расходов на содержание пожарной части. Время неумолимо бежит вперед, однако над самой профессией оно невластно. В это ведомство по-прежнему, как и много лет назад, приходят на службу люди, знающие цену человеческой жизни. Они ответственны, порядочны, готовы в любую минуту прийти на помощь. В нашей итоговой программе мы хотели бы познакомить вас с теми, кто уже много лет служит этой благородной профессией, а также рассказать о тех, кто только вступает на этот путь. Анастасия Ноздрин-Плотницкая о доблести, чести и профессионализме сотрудников службы дня и ночи. Глядя на то, с какой ответственностью и аккуратностью водитель автомобиля пожарной аварийно-спасательной части номер 2 Владимир Горчук относится к своей технике, понимаешь, почему в среде спасателей существует настоящая поддержка и взаимовыручка. Все потому, что к своему делу каждый из тех, кто однажды надел форму сотрудника МЧС, относится ответственно. Практически четверть века Владимир Петрович вместе с коллегами на Страже Безопасности работу свою любит и очень ценит. В органах я с 1997 года. Профессия очень хорошая, достойна спасения людей, тушения пожаров. После армии пришел. Несмотря на то, что автомобиль Владимира Горчука один из самых крупных, маневренности водителю не занимать. Движение внутри районного, объезд автомобиля во дворе или скоростной проезд по центральным магистралям опытного водителя ничем не удивишь. А еще к нему за поддержкой и советом нередко обращаются молодые сотрудники МЧС. Для каждого найдется свой совет или помощь. Дружная работа, слаженная. Достигается быстрее успех, качество работы. Бывает много вызов, бывает нет. Разные ЧАЭС, пожары, аварии. Спасение на воде тоже привлекает. Да, профессия спасателя ответственна и почетна. Именно поэтому практически каждый год в систему приходят новые кадры, вовлеченные желанием спасать, с горящими глазами и чутким сердцем. Сегодня в Брестской крепости будущие огнеборцы на площади церемониалов. Они дают свое главное обещание – оберегать покой горожан и делать все, чтобы не допустить трагедии. Вополнять суставы и приказы начальников, высоко нести честь и достоинство работников, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Защищать жизни, здоровье людей и территорию Республики Беларусь от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера. Профессия спасатель таит в себе много подводных камней, но только те, кто искренне выбрал дело для души, могут признать, несмотря на всю сложность этой работы, прийти сюда без желания невозможно. Это тот случай, когда отдаешь больше, чем получаешь. Но молодых сотрудников МЧС Брещины это не пугает, ведь свой выбор они сделали осознанно. Захотелось именно в МЧС пойти, именно помогать людям. И изначально в семье воспитывали так, что надо быть добрым и помогать людям. Поэтому, как-то, родители сказали, что, возможно, это твое. Конечно, это добрая традиция, что такое мероприятие проводится именно на территории Брестской крепости, где земля окроплена кровью наших дедов и прадедов, которые в 1941 году вступили в бой с немецко-фашистскими захватчиками. Наши же спасатели ежедневно вступают в такой бой с огнем, с пожарами, с черчайными ситуациями и всячески оказывают помощь при различных этих нештатных ситуациях. Я, конечно, уверен, что люди, которые поступили в ряды Министерства по черчайным ситуациям, готовы к выполнению поставленных задач по спасению человеческих жизней. Церемония принятия присяги – особый ритуал. Для каждого из 50 сотрудников этот день станет очередной точкой отсчета, точкой отсчета профессионального пути под названием «Профессиональная жизнь». И самое главное, чего хочется пожелать каждому из них, чтобы количество выезда вравнялось количеству счастливых возвращений домой. Разрешите от имени руководства Брестского областного управления МЧС, от ветеранской организации поздравить наших коллег-спасателей с профессиональным праздником, пожелать им всех благ, успехов в решении поставленных задач. Ну, а нашим ветеранам, конечно, огромного здоровья и долголетия. Анастасия Назарин-Плотницкая, Андрей Щерба, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич. Итоги недели. Свадьба, юбилей, день рождения, романтическое свидание или просто памятная дата. Ни одно из этих событий не обходится без букета цветов. И так было всегда. Люди дарят цветы, потому что в них заложен глубочайший смысл. Получая в подарок яркий букет, мы еще раз осознаем важность собственного присутствия в жизни другого человека. Правда, подобрать для каждого ответственного повода тот самый помогают флористы. Это люди, которым под силу подарить другим радость, объединив в одном букете красоту и неповторимое благоухание разнообразных цветов. К слову, сегодня отмечают праздник люди творческой профессии – флористы. И сейчас мы расскажем вам о человеке, который с цветами на «ты» уже не первый год. Анна Липская – флорист со стажем. В профессии девушка порядка 8 лет, но ее творческий путь начался очень давно. Детские годы Анна Липская провела в Столинском районе, где все выращивают большое количество овощей и цветов. Семья девушки не была исключением. Ухаживать за разнообразными творениями природы было для нее делом привычным. И со временем это занятие переросло в профессию. Девушке из Столинского района так сложилось же, что я попала в Москву и попала в цветочный магазин на вакансию флориста. Начинала я со стажера. И у меня все очень легко получалось почему-то с цветами. Да, возможно, это корни из детства. Это для меня был такой материал, с которым легко работать. Я чувствовала себель, цветок, видела цвета, как бы все легко получалось. Руководство это замечало, меня всячески поддерживало. Отправляли на различные мастер-классы, продвигали, да. И я за полгода стала старшим флористом в магазине. Это очень короткий такой вот срок. И работала там 5 лет. Наработав стаж и опыт, Анна решила вернуться в родные края. И вот уже три года она продолжает самосовершенствоваться в этой творческой профессии. Правда, назвать этот путь легким нельзя. В этой работе существует много нюансов, о которых простой обыватель даже не догадывается. Ставим вот так вот, по спирали держим. И держим вот здесь, держим ручкой, закрепляем, да. Можем поставить веточку, держите. Да, это она несет более декоративную функцию. Ее можно поставить повыше, чтобы она торчала. Она такую вот игривость дает, играет. Ну да. Но мы все в спираль. Да, все собираемся по спирали и крутим вот так. Это делает букет не сжатым, он дышит, как бы себя очень хорошо чувствуют цветочки. Цветы – это хороший способ выразить искренние чувства, симпатию, признательность, любовь или уважение. Мы дарим эти природные творения с неповторимым благоуханием и живой энергией тем, кого хотим порадовать. А потому так важно правильно подобрать красочный букет. Создавая букеты, флористы всегда учитывают модные тенденции и сезонность. Лето дарит нам благоухающие пионы, гладиолусы, эустомы. Весна радует сиренью, нарциссами и тюльпанами. Осень и зима богаты на орхидеи и хризантемы. Но самым популярным цветком, независимо от сезона, считается роза. Ей дополняют множество букетов, и в каждом она смотрится уместно. Правда, узнать, кому адресуются цветы и постараться угадать предпочтение человека перед созданием гармоничного букета все-таки стоит. Мы интересуем, спрашиваем, приблизительно возраст, в каком стиле все любит человек. Кто-то любит классику, кто-то любит все такое экстравагантное, кто-то любит минимализм, кто-то только полевые цветы. Поэтому, конечно, интересуемся. Все индивидуально подбираем, помогаем. Каждый день Анна находится в окружении не десятков, а сотен разных цветов. Согласитесь, такой антураж – мечта для многих представительниц прекрасного пола. Правда, Анна ими не только наслаждается, но и тщательно ухаживает. Розы, хризантемы, эустомы, гортензия, кала – запомнить название каждого цветка несложно, а вот подобрать индивидуальный подход к ним намного труднее. А потому многие заблуждаются, когда считают, что профессия влориста очень простая и не требует никаких знаний. Это сложная работа, и по моему мнению, я считаю, что 40% этой работы – это составляет работа с людьми, работа с клиентом. Должны быть всегда коммуникабельными, общительными. 60% – это работа, конечно же, с цветами, из которых я считаю, что 30% – это техническая часть, так как цветы требуют своевременного ухода постоянно, зачистки, смены воды и тому подобное. И 30% из 60% – это творческая часть, где, да, конечно, нужно постоянно развивать свои технические навыки, смотреть за какими-то тенденциями, пробовать, не бояться что-то новое, какие-то новые техники владеть. Только когда флорист объединяет в себе все эти качества, получается хороший результат. Работы становятся насыщенными, а эффектная техника и индивидуальный подход помогают сделать букет очень красивым и оригинальным. Анна Лепская добавляет, что секрет удачного творения заключается еще и в том, с какими чувствами собирается букет. Вкладывая в него любовь, шансы на неудачу равняются нулю. На самом деле это мое полностью, на 100%. Я вообще себя считаю счастливым человеком, что мне повезло, что я так рано определилась, нашла себя, нашла свою отрасль занятий. Ну, это на самом деле так. Я очень люблю эту работу, я не представляю себя в другой вообще сфере, абсолютно. И мне также нравится работать в этом месте, вот в планете цветов, потому что здесь постоянно большой поток и цветов, и клиентов, и здесь идет жизнь. Оборот, мне очень нравится это место. Рассказывая о своей работе, у Анны Лепской в глазах загораются огоньки, а на губах появляется счастливая улыбка. И ни у кого не возникает сомнений, что человек занимается любимым делом и находится на своем месте. Ведь флорист – это та профессия, которая привносит в нашу будню яркость. А Анна – одна из тех волшебников, которым удается создать хорошее настроение с помощью цветов. Это были итоги недели. Мы встретимся снова через 7 дней. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал Бук ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, Вконтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Я, Ирина Левчук, желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья! И вам и вашим близким!